Хищник 2. Фильм, который стоит немного особняком во франшизе. Я в курсе, что зачастую его принято ругать, что он похоронил некогда франшизу, типа где джунгль, где Шварц, где Саспенс. Но действительно ли он так плох? Действительно ли нужны были ему джунгли и Шварц? Я вот считаю, что напротив, сиквел дополнил и расширил вселенную, причем не только свою, но и чужих. Из истории создания этого фильма видно, что подходили к его съемке со всей серьезностью и относились к персонажу со всем уважением. Просто фильм немного не так себя спозиционировал и как следствие не был понят. Почему? Смотрите этот ролик до конца, постараюсь все объяснить. Что интересно, несмотря на свои заслуги, как в художественном, так и в финансовом плане, Хищник не спешил обзаводиться сиквелом. Вернее, продюсеры и сценаристы-то были готовы, но студия не торопилась выкладывать деньги. Почему? Ну, возможно, потому что ключевая проблема Хищника, как в общем-то и чужого, лежала на поверхности. Базовая концепция обоих проектов настолько проста, что была не в состоянии выдержать более двух экранных воплощений. Дальше начинался сюжетный застой. Ну, сами судите, чужие размножаются и убивают всех, потом их убивает Рипли. Хищник собирает коллекцию черепов, потом его убивает главный герой. Что еще оригинального можно было здесь придумать? Именно поэтому в свое время Кэмерон не стал связываться далее с франшизой о чужих, даже несмотря на заманчивое в финансовом плане предложение. Конечно, таким ярким творцам, как Дэвиду Финчеру и Жан-Пьеру Жене, было неинтересно в рамках ремесленников. Они пытались разнообразить сюжет за счет экспериментов с образом главной героини, и эти опыты были достаточно любопытны, но отнюдь не все поклонники сериала воспринимали их с уважением. В конце концов, обе картины даже не провалились в прокате, но «Чужой 3» едва-едва собрал нужную сумму, а «Чужой 4» окупился лишь за счет международного проката. Американцы его в большинстве своем проигнорили. К тому же в 87-88 годах студия видела, как нереально сложно идет работа на «Чужим 3» как раз в плане сценария. А «Хищник»-то вроде однородный проект, поэтому выделять деньги никто не торопился. И пока обсуждался вопрос, кто из режиссеров посмеет, как некоторые считали, убить франшизу на корню, в 88 году молодая и бойкая студия Dark Horse Comics затеяла выпуск комикса «Чужие», а в следующем году к нему присоединился и проект «Хищник». И он стал настолько популярен среди фанатов фантастики, что студия решила создать второго «Хищника» именно сейчас, на волне этого интереса. А значит, нужно было ковать железо, пока горячо. Сразу же позвали в режиссера Мак Тирнона, так как по вполне понятным причинам он был первым в списке. Но тот дал отворот-поворот, так как предпочел второму «Хищнику» работу над фильмом «Охота за Красным Октябрем». Триллер про подлодку, коммунистов, книжного героя Джека Райана и Шона Коннери. Нужно было найти другого режиссера, но тоже недорогого, тоже новичка, каким был Мак Тирнон на момент съемок первого «Хищника». И здесь вернемся немного к «Чужому». Помните, что изначально «Чужого 3» должен был ставить Ренни Харлин, пришедший из четвертого кошмара на улице Вязов. Так вот, волю и судьбы постановщика для второго «Хищника» нашли в той же кузнице. Стивен Хопкинс только-только завершил работу над «Пятым кошмаром» и тут же был реквизирован на съемочную площадку «Хищника 2». До пятых похождений Фредди Крюгера Хопкинс особо ничем не отметился, только неизвестным авторлистским фильмом «Опасная игра». К слову, режиссер сам уроженец Ямайки, а по сюжету фильма в городе действует ямайская банда. Так вот, их облик и поведение режиссер воссоздал на основе реальной такой банды, действовавшей в 80-х годах. Со сценарием проблемы не стало, и его снова писали братья Томас. Они вообще-то и не сопротивлялись. Несмотря на кассовый успех первого «Хищника», работы в кино у них пока так и не было. По самому первому варианту сценария предполагалось, что на месте окончания первой картины появлялся бы другой охотник, который подобрал бы руку погибшего собрата по сафари, и идентифицировал бы с помощью наручного компьютера персонажа Шварценеггера и начал бы за ним охоту. Этот вариант был отклонен, так как не заполучили Шварца, но об этом позже. Другая идея состояла в том, чтобы переместить действие картины в период Второй мировой войны, где инопланетянин охотился бы на американских и немецких солдат, которые изначально воевали с друг другом, но впоследствии объединялись бы для совместной борьбы против «Хищника». Несмотря на то, что идея многим понравилась на студии, создатели побоялись в финале показывать нацистов чуть ли не героями, и было принято решение оставить эту идею на будущее. Это будущее мы, к слову, все еще ждем. Финальный же вариант сценария взял свою идею из вышеупомянутого комикса, и братья перенесли действия из латиноамериканских джунглей в джунгли бетонные. В комиксах «Хищник» терроризировал Нью-Йорк, в общем-то и действие фильма должно было изначально проходить в «Большом яблоке», но из-за бюджетных ограничений его изменили на Лос-Анджелес. Ну, просто-напросто ближе к Голливуду. А сцена, в которой «Хищник» поднимает череп во время грозы... ... 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 против хищника где действие разворачивается в антарктиде ну а действие же этой ленты перенесли в недалекое будущее но относительно даты выхода фильма 97 год ныне же недалекое прошлое почему это было сделано хищник любит не только жару но и вооруженные стычки людей именно этими двумя параметрами его привлек конфликт партизанов с гвардией в первом фильме и хотя америка была довольно хулиганской в 80-е и начала 90-х с разгулом всех своих субкультур но войны прямо на улицах в прямом смысле не велись а еще в то время в голливуде была фишка изображать будущее грязным беспросветным и с засильем криминала и насилия такими были например рыбакоп воины разрушитель в самом начале побег из нью-йорка и много еще каких фильмов так что и хищника два засунули в эти рамки чтобы реализм не пострадал и так сценарий есть режиссер есть пора бы собрать и актерский состав естественно в первую очередь позвали господина шварценеггера как соединительную ниточку между двумя фильмами но он отказался причин было несколько первое он решил полностью сосредоточиться на работе в терминаторе 2 что нельзя назвать плохой идеей оттуда второе ему не понравился перенос места действия из джунгли в городскую среду и третье ему не понравилось то что он будет вторым главным персонажем изначально предполагалось что он в облике датча включится в сюжет позже и поможет главному герою копу в отвешивании люлей космическому охотнику после отказа шварца эту роль переписали под агента фбр и отдали гэри бьюзи которого джоэл фильвер привел прямиком из своего смертельного оружия хотя режиссер стивен хопкинс был против и рассматривал на эту роль джона литгоу в итоге продюсер победил естественно и остался бьюзи что лично я считаю правильным выбором в итоге герой шварца удосужился лишь мимолетным упоминанием и то даже не по имени 10 лет назад в южной америке одна такая особь уничтожила целый отряд спецназа выжили 2с после арни единственным связующим звеном между двумя частями осталась эльпидия карилия которая все-таки приняла участие в хищники 2 вы наверное сейчас в недоумении но ее имя упоминается финальных титрах хотя в фильме ее заметить действительно очень сложно дело в том что сцена с ее с участием была вырезана из картины в этой сцене она рассказывает о событиях произошедших в южноамериканских джунглях но несмотря на это она все-таки промелькнула в фильме ее фото можно заметить на мониторе в передвижном командном пункте героя гэри бьюзи но свято место пусто не бывает поэтому ее позицию мексиканки в сиквеле заняла мария алонсо которая кстати тоже снималась со шварценеггером но фильме бегущий человек одно время предполагалось что главную роль копа в фильме исполнит патрик суэзи но он не смог принять участие в проекте из-за травмы полученный во время съемок придорожной закусочной поэтому джоэл вновь обратился в актерские закрома смертельного оружия и вытащил оттуда дэнни гловера который со своим двухметровым ростом мог составить реальную конкуренцию хищнику даже несмотря на отсутствие арнольдовской бицухи хотя не лишним будет отметить что герой дэнни гловера менее подготовлен к битве с пришельцем он не профессионал наемник для которого боевые спецоперации обычное дело ему придется намного труднее в открытом противостоянии именно это привлекает в образе нового героя он не такой крутой как шварц а значит и проблем с хищником у него будет куда больше в общем гловер берет за счет реалистичности кстати 86 году ему как ни странно предлагали роль в первом фильме но тогда он отказался так как ему не понравилось что по сценарию он должен ударить женщину нельзя обойти вниманием еще одного актера этого фильма билла пэкстона он сыграл такого же придурковатого ковбоя с шуточками по поводу и без как в чужих как в чудесах науки но в общем то в своем амплуа но более всего интересно что он оказывается самый невезучий человек на земле или напротив везучий это смотря с какой точки зрения посмотреть а все потому что его убивали и терминатор и чужой а теперь еще и хищник самого же хищника как я и говорил в предыдущем обзоре вновь сыграл кевин питер холл кроме единственного момента когда хищник падал с 13-этажного здания в этот момент в костюме был каскадер дэвид смит но в общем то без несчастных случаев на съемках не обошлось сам же хищник как персонаж стал моложе в прямом смысле сами сценаристы заявляли что в первом фильме более пожилая особь а во втором фактически молодняк и арсенал его значительно расширился ведь молодое поколение любит новые цацки теперь охотник получил свое распоряжение сеть телескопическое копье метательный диск и некую приспособу стреляющие двойными дротиками или как их назвал лейтенант харриган маленькие виллы также в данный фильм немного проясняет и физиологию пришельца например из одной сцены мы узнаем про рацион хищника нам говорят что он кормится на скотобойне и любит говядину и конца возвращается сюда каждые два дня чтобы поесть кажется подсел на говядину а между прочим звуки которые издает хищник созданы звуковиками и являются комбинацией криков кошек тигров львов и медведей когда хищник снимает свою маску никуда уж не денешься видны его глаза поэтому кевину питеру их красили а также прибегали к помощи линз да кстати коронная фразочка арни из первой части благополучно перекочевала и сюда работа над визуальными эффектами также как и в оригинале осуществляла студия стена уинстона все вышеперечисленное оружие хищника было придумано сценом совместно с режиссером так что последний активно вносил свою лепту в развитие образа охотника кроме того именно по его просьбе дизайнеры студии стена уинстона изменили некоторые элементы облика охотника чтобы отличить эту особь от своего предшественника из джунглей и сделать его вид более урбанистическим подходящим для большого города все это стало возможным так как на этот раз команда не работала в экстренном режиме как в первом фильме и у них было время более глубоко продумывать детали хищника и его обмундирование кроме того создатели не хотели чтобы зритель увидел что они просто-напросто взяли и вытащили прошлый костюм охотника из чулана стряхнули с него пыль и отправили на съемки поэтому новый пришелец был фактически создан с нуля но можете не переживать и старый костюм пригодился дизайнеры одели в него старейшину хищников дополнительно немного его покоцев тем самым показывая его почтенный возраст и разницу между старшим и новым поколением хищников и вообще костюм каждого из девяти охотников появляющихся в конце был продуман и сделан индивидуально чтобы они не выглядели одинаково и кстати все хищники на борту корабля это баскетбольная команда лос-анджелес лейкерс любимая команда дэнни глобера именно он их пригласил в это камео и Субтитры делал DimaTorzok Также режиссер заявлял, что после съемок один из этих костюмов таинственно исчез со съемочной площадки. Видимо у кого-то в гардеробе теперь висит крутейшая штука. Может когда-нибудь всплывет на ebay. В этом фильме впервые мы можем наблюдать вблизи и интерьер и экстерьер корабля-хищников. Спасибо создателям за развитие мифологии. Ну а сам корабль пришлось построить, вернее его часть, в натуральную величину. Ну для кадров как лейтенант Харриган входит непосредственно в него. Для сцены обезглавливания лидера ямайской банды Короля Вилли, которого играет Кальвин Локхард, художники Стэна Уинстона создали совершенно реалистичную отрубленную голову. Ее реально от настоящей не отличить. И это ради сцены в 10 секунд. Они могли просто взять любую голову куклы подходящего размера, надеть на нее дреды и затемнить сцену так, чтобы ничего не было видно. Но они сделали это. И это ли не доказательство того, что в фильм вкладывали душу, а не делали ради сборов? И таких моментов в Хищнике 2 много. Также в фильме есть сцена, в которой Харриган разглядывает стенд с трофеями хищника. Черепами существ со всей галактики. Так вот, среди них можно лицезреть и череп чужого. Это было сделано по предложению самого Стэна Уинстона, который, как вы помните, приложил руку и к чужому. А вообще, на самом деле, это была отсылка не на фильм, а конкретно на комикс Чужой против Хищника, уже упомянутый мною компанией Dark Horse Comics. В общем-то, именно этот момент и можно считать отправной точкой противостояния Чужого и Хищника на большом экране. К слову, все остальные трофейные черепа невероятных чудовищ в этой сцене тоже являются плодом всеобщей фантазии команды Сцена Уинстона. В конце фильма можно видеть, как Старейшина Хищников отдает герою Дэнни Гловера Мушкет 1715 года. По словам сценаристов, это было сделано для того, чтобы оставить зацепку для продолжения, вернее для приквела, где действие происходило бы не в наше время, а в 18 веке. Честно говоря, я бы на такое посмотрел с удовольствием. Жаль, что идея так и не выгорела. И еще, всеобщим мнением считается, что Старейшина отдал Гловеру Мушкет в знак уважения после победы над Хищником. Но есть и другое мнение. Смотрите, как небрежно он швырнул ему оружие. Уважением как бы и не пахнет. Может, этим самым он дал понять, что они уже многие века используют землю в качестве охотничьих угодий. И одна неудача не проблема. Они будут делать это и дальше. А то, что они стали взлетать, даже не дав Харригану в элементарное время сойти, так тоже не поступают с соперником, которого уважаешь. Ведь будь он менее расторопным, поджарился бы в огне инопланетных двигателей. И вообще, что это было? Такая толпа хищников в городе, а схватка была только с одним. Остальные вроде как наблюдателями выступали. Я думаю, скорее всего, это было что-то вроде посвящения в охотники, которое кое-кто не прошел. Ну а остальные были чем-то вроде приемной комиссии. Сами съемки, как я уже говорил, проходили в Лос-Анджелесе. Режиссер признавался в том, что вести съемки на окраинах города в то время было настоящим вызовом для него, так как люди с окраин были очень недовольны шумом во время киношной стрельбы и бросали из окон в съемочную группу все, что под руку попадется. Ну а вообще съемки перестрелки в Восточном Лос-Анджелесе заняли три дня. Съемки поочередной охоты людишек и хищника на скотобойне друг на друга заняли четыре дня. Хищник 2 выдержан в темных тонах. Он мрачнее и жестче, чем первая часть. Сиквел, к слову, сильно перещеголял оригинал относительно жестокости. Кровавых сцен в нем больше и смотрятся они более натуралистично. Настолько натуралистично, что Хищник 2 стал первым фильмом в истории, получивший рейтинг NC-17. До 18 Нини, который, кстати, был введен незадолго до премьеры картины. Фильм даже пришлось перемонтировать несколько раз для того, чтобы получить приемлемый рейтинг R. Соглашусь, что Хищник 2 несколько проигрывает своему предшественнику. Но с другой стороны, в чем-то он его и превосходит. Вообще, во втором Хищнике больше места занимает фантастический триллер, нежели боевик. Этим он тоже сильно отличается. По сути, первая и вторая части радикально разные. Именно это, наверное, и отпугнуло зрителя во время выхода. Все думали, что пойдут на что-то вроде первой части. А оказалось, все не так. Ведь все дело в том, что это совершенно другой фильм. Знаю, я уже говорил это. Но я сейчас в глобальном смысле. То есть я абсолютно уверен в том, что сценарий к этой ленте писали для совершенно иного фильма. Не имеющего ничего общего с Хищником. Такие нереализованные сценарии пачками лежат на студиях и ждут своего часа. И что самое главное, сценарий этот очень даже хорош и отлично построен. Но проблема в том, что это сиквел, и мы заранее знаем, кто убийца. И это рушит логику изначального скрипта. Я думаю, в первородном варианте мы должны были постепенно узнавать, кто такой убийца и откуда он взялся. Как в оригинальном Хищнике, между прочим. И это еще одна проблема Хищника 2. Из атмосферы фильма исчезла таинственность. На это многие жаловались. Но это же сиквел, она исчезла бы при любом раскладе. В итоге и получилось, что люди сначала заплевали фильм. Но со временем его распробовали. И за последние 20 лет он собрал немалую фан-базу. Большинство ценителей инопланетного охотника совершенно обоснованно ныне считают его каноном в этой вселенной. И признали все-таки Хищника 2 достойным сиквелом, проигрывающей оригинальной ленте в саспенсе и таинственности, но переплюнувшей ее в плане зрелищности и динамики. Последние 25 минут вообще и есть непрекращающийся нон-стоп-экшен. Круче только у Кэмеронов чужих. Также в его немаловажные заслуги стоит внести и уточнение и развитие мифологии Хищников, их повадок, законов, видов обмундирования и техники. Но в финансовом плане картина потерпела фиаско. При бюджете в 35 миллионов она собрала во всем мире всего лишь 57. По сути, даже не окупив расходы на свое же создание и прокат. И вполне естественно, что после этого Фокс задвинули эту эпопею на дальнюю студийную полку. И вплоть до начала нового века Хищник жил исключительно в виде печатной продукции. Но все изменилось, когда... А вот это уже история для другого выпуска, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok